Здравствуйте, дорогие друзья! Зовут меня Фролов Юрий Андреевич. Мой блог и сайт, наверное, вы знаете. Ну, и кто-то в первый раз на моем канале. Поэтому я скажу, что в основном я веду научно-популярные такие передачи о здоровье, о правильном питании, образе жизни, о лечении болезней всевозможных, да? Натуральным, естественным, методами. Но сегодня небольшая такая, пусть будет рекламная пауза. Уж не обессудьте, нужно же и на что-то хозяйство, так сказать, развивать. Все направления, проекты, правильно? Они по волшебной палочке не могут превратиться в проекты. Значит, ну вот, соответственно, виды деятельности я веду тоже разные. Но все они направлены, опять-таки же, на здоровье. Вот. Теперь смотрите. Я сегодня хочу вам рассказать именно о медиа. Уникальной меди. И почему я хочу о ней рассказать, поймете вы сами, все очень просто. На самом деле, медь, ее свойства целебные, определенные, известны давно. Так, например, еще дореволюционные наши ученые подметили, увидели, что на медных рудниках у каторжников никогда не было онкологии. То есть, на любых других рудниках было и много, и часто, ну, различные. А на медных нет. Почему? Потом стало выясняться, что у меди есть определенные антисептические свойства. Какие? В большей степени не антивирусные. Это серебро чистое, конечно, на первом месте. Поэтому есть такие препараты, как каллоидное серебро, которые вы, наверное, слышали и в коралловом клубе есть. Есть уникальная вот центрифунготерапия, вот это вот во много раз дешевле. Вот тут действительно люди, я не знаю, не бизнес больше, а соцпроект, можно сказать. Ну, 290 рублей, вот такая бутылка, так сказать, 250 миллилитров. А вот медь – это свойства антигрибковые. А как известно, причина онкологии, но не первопричина, а вторичный. То есть, посмотрите обязательно мою лекцию о онкологии. Кстати, вот здесь на экранах, сейчас вы ее увидите, эту табличку. Так вот, свойства антигрибковые, а грибки – это причина онкологии. Фактически, мицелии ниши грибов-микромицетов и есть вот те самые онкоклетки, метастазы и так далее, и так далее. Вот это внимательно посмотрите, и вы поймете, почему, просмотрев тот самый, тот мой вебинар, мою лекцию. Теперь, значит, вот это у меня в руках, и все, что вы видите на столе здесь, это медь марки М1, М1 ГОСТ советский. Марку такую производят только у нас сейчас в стране. Это 99,9% чистой меди. Вот из нее можно и нужно пить, есть, хотя бы месяц поесть, например, вот медной посуды, попить воду из медных чашек, или там, например, кто-то захочет, и пложки вот такие есть, многие прекрасные, как пиалушки, да, вот, и потом перерыв, недельки две и опять. Вот таким вот образом. Значит, конечно, это не панацея, но это очень серьезная профилактика. Йоны меди, попадая в организм, являются как раз теми самыми антигрибковыми средствами очень сильными. Ну, чашку можно и нагреть, горячую воду 15 минут постоит, можно пить, а холодную 3-4 часа примерно. Значит, теперь, медную посуду даже используют, ну, скажем, мишленовские рестораны, повара, вот эти самые дорогие, элитные, потому что знают, можно рассчитать долю секунды, а медь-проводник очень хорошая, тепла. Вот во что медь должна превратиться после использования. Окислы меди. Вот те самые окислы. Это и есть ионы, поступающие к нам в организм. Вернуть первоначальный сияющий блеск такой ложке или вилке легко. Для этого можно лимонным соком с содой растирать, либо специальными пастами. Ну, то есть, кому что удобнее, быстрее, сподручнее. Ну, собственно говоря, это вот, кстати, шведский кувшин. Очень дорогая медь там, не такая чистая, как у нас. Наша же и недорогая, и, собственно говоря, очень полезная. Ну, именно из-за этих свойств. Но, сразу говорю, это неорганические, не в органической форме минералы. Они неорганические. В биологический оборот, на нужды нашего организма с вами, они не усвоятся. Это исключительно антисептические свойства. Чтобы получить органическую медь, нужно потреблять растительную живую пищу, в которой содержатся ионы меди, в коллоидной водорастворимой ионной форме. Так, это уже смотрите мои лекции. Раньше выпускал вот завод один, с которым мы работали. Последний мастер, который форматировал и ушел, оборудование, и все есть, нету, так сказать, человеческий фактор здесь на первом месте. Потому что, вот, может быть, вы не знаете, не догадываетесь, просто для интереса скажу. Вот даже вот эту, например, ну, называется условно конфетница, из двух частей делали каждую. Делали по аналогии, как вот гончарный круг. Выгибая, форматируя на специальном станке, который вращается, вот, наподобие гончарного круга. Это сложная ручная работа. Вот все эти изделия. Вот это вот, например, соусница и так далее. Все это ручная работа. Кубок, посмотрите, какой красавец. Всю эту посуду вы можете приобрести у нас по нашему прайсу. На моем сайте, вот, продукты от Фролова, надгард.ком, по продуктам наш сайт, значит, есть в правом верхнем углу общий прайс по нашим всем продуктам. Там же, в этом же прайсе, в самом низу, под мылом нашим, да, вот медная посуда, 20, по-моему, один пункт наименований. А есть еще отдельный прайс по меди, в самом низу, под прайсом о лечебных грибах. И, кстати, говоря уже тогда немножечко о лечебных грибах, скажу вам вот за мной. Ну, вы видите, поэтому наверняка и вопросы будут, уж лучше сразу скажу. Да, мы сотрудничаем с Центром фунготерапии Филипповой. Цены у нас абсолютно одни и те же, для удобства, потому что, ну, мне приходится людей и рекомендации давать, и консультировать. И вот, безусловно, без этого, конечно, сейчас не обойдись на данном этапе никак. Грибные препараты высших грибов, бальзомицетов, они свойства уникальны. Я об этом лекцию уже начал читать и буду целую серию делать. Потому что издревле и нашим предкам славянам, и всем народам было известно о целебных свойствах грибов, трав, а грибы, там содержатся и полисахариды, и фитонциды грибные, которые сильнее по своим действиям в десятки и даже в сотни раз многих растительных сильных средств. Вот, поэтому тот же гриб веселка, например, который известен был тысячелетиями нашим предкам, кстати, в тех деревнях, где потребляли его определенным образом, в сыром только виде. Потому что, кстати, летучие эти вещества все, кстати, тоже разрушаются от сырока. Например, полисахарид лентинан, который содержится в шитаке настоящем, только не в том, что в магазинах продают в виде штаммов американской селекции для фермеров, который производят его в продуктовых магазинах, поставляя, а именно лечебный. Так вот, в шитаке, например, содержится фермент лентинан, который заставляет наш организм синтезировать, то есть это полисахарид лентинан, а наш организм синтезирует благодаря ему фермент перфорин, который разрушает раковые клетки. Кстати, не только. Ещё заставляет иммунную систему мобилизоваться, и наша иммунитет, наша иммунная система уже начинает печатать и обучать макрофаги, телефоциты, другие иммунные клетки, которые борются уже с вирусами, бактериями и с любыми чужеродными компонентами, антигенами, чужеродными белками. Так, значит, комбинируя определённые, зная свойства грибов и их комбинации, изменяя образ жизни, питание, добавляя определённые прочие мероприятия и компоненты к питанию, да, укрепляя иммунитет, можно победить любую болезнь. Вот так, например, в онкологии, ну, к примеру, прямой кишки, даже третья стадия иногда лечится за полтора, буквально два месяца. Так вот, ну, это ладно. Вот, в принципе, вкратце то, что я хотел сегодня рассказать. Что касается грибов, ещё раз скажу, это будет несколько отдельных, серьёзных роликов, целая серия лекций моих. Я буду подробно рассказывать о их свойствах, применении, всё, 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 что каждому человеку, в принципе, знать будет не лишним. Следите за моими лекциями, обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, потому что чем больше будет на нём людей, зрителей вас, то есть, соответственно, тем, возможно, скорее мы создадим своё телевидение. Нужно хотя бы 50-60 тысяч человек, и это будет очень интересный созданный канал телевизионный такой, ну, в интернете, который мы будем туда приглашать разных учёных, исследователей, и вы будете получать, ну, колоссальный объём знаний. Поэтому распространяйте мои ролики в соцсетях, рекомендуйте подписываться, ну, вы знаете, какие важные темы я поднимаю, да, ну, и, собственно, помогают мне в этом тоже разные интересные люди, исследователи, ну, которые, собственно, стремятся к тому же, что и я. То есть, конечная цель наших проектов всех – это сделать нашу, как в песне пелась Родина, могучую и счастливой, да, потому что же высшей части Родины нет в жизни ничего. Это правда, это не пустые слова. По крайней мере, для людей, которые мыслят вот так же, как я. Ну, соответственно, это главное. Благодарю вас за внимание, уважаемые друзья, и до новых встреч. Подписывайтесь на канал, распространяйте эту информацию. Ну, а кто захочет, как говорится, нести свой вклад, приобрести нужные, действительно, товары, услуги, там, наши биопродукты, возможно, ещё какие-то, значит, направления нашей деятельности вас заинтересуют, то, пожалуйста, пишите, смотрите прайсы, заказывайте, можем отправить в любой город нашей страны или мира. Всем самого лучшего, до новых встреч!